Всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий и мы продолжаем наш разговор о чемпионате мира по футболу и сосредоточимся на, можно сказать, центральном матче сегодняшнего игрового дня Голландия против Эквадора И здесь следует сразу сказать, что меня очень сильно разочаровала команда Луи Ван Галла Даже если абстрагироваться от результата и сосредоточиться исключительно на качестве игры то тут очень много вопросов Мне кажется, что голландцы провели очень посредственную встречу И та же самая статистика, наверное, поразит многих что долгое время у Голландии было всего два удара поворотом соперника вплоть до концовки, по-моему, второго тайма И то, что в целом голландцы не показали нужного конструктивного футбола и то, что, на мой взгляд, вот чисто по футбольному, по игровому эквадорцы выглядели намного интереснее В общем, давайте разберем эту встречу но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор это компания Балтбет, которая предлагает вам специальную акцию Вы можете заработать 2,5 тысячи, ничем не рискуя Что нужно сделать? Да всего ничего Пройти по ссылке в закрепленном комментарии зарегистрироваться на сайте Балтбет, а также ввести промокод который также указан здесь, в закрепленном комментарии Вы получите три бесплатные ставки по каждой можете выиграть 2,5 тысячи По-моему, отличный, отличный подгон в наши тяжелые времена Ну а мы переходим к стартовым составам И здесь есть любопытные нюансы У той же самой Голландии Состав поменялся и некоторые решения напрашивались Ну, например, посадить на скамейку запасных абсолютно бесполезного Янсена который, на мой взгляд, провалил первую встречу и выйти фактически без номинальных нападающих А вот некоторые моменты, скажем так, удивили Итак, во-первых, на воротах Ноперт Вот этот новый голландский галкипер, на которого делает ставку Ван Гал Многие говорили и ходили такие слухи, что Ван Гал может использовать ротацию галкиперов вообще по ходу мундиали, даже менять стражей ворот Но не сложилось и здесь, как видимо, Ван Гал определился с номером 1 Хотя к нему по этой встрече были определенные вопросы Ван Дейк, Аке и теперь уже Тимбер в центре защиты Де Лихт остался на скамейке запасных Интересный нюанс, особенно учитывая то, что в предыдущей встрече Де Лихт выполнял очень интересный маневр и много подключался вперед фактически таким скрытым атакующим хавбеком Что было любопытным нюансом, вот эти включения Де Лихта и то, что именно его посадили на скамейку запасных но отчасти, наверное, говорит о том, что он не совсем выполнил то, что хотел от него главный тренер Блинт и Дюмфрис на флангах Ну, здесь понятно, это ключевые игроки Да, Дейли Блинт, конечно, не так активен впереди, как Дюмфрис но тоже выполняет свои функции В центре поля Де Йонг и теперь Копмайнерс Простите, да, чуть было не оговорился И дальше, внимание, под нападением появился Классен с первых минут Что очень интересно, потому что раньше, ну, скажем так, команда чаще всего оставляла Классен на скамейке и выводила в основу номинального центра форварда как того же самого Янсена, который провел первую встречу А в этой игре Янсена посадили на скамейку запасных замены ему по позиции искать не стали то есть того же самого Де Йонга не выпустили Выпустили Классена в атаке, Гакпо и Бергвейна То есть здесь не было, так скажем, номинального центра форварда в принципе Но, как мы знаем, Гакпо способен выполнять функции атакующего вот именно центрального форварда Поэтому здесь, ну, скажем так, отчасти можно сказать, что команда вышла и без номинального девятого номера Но были игроки, способные закрыть эту позицию по ситуации что мы увидели в первой же голевой атаке и, собственно, вообще в первой полноценной атаке голландцев когда они сходу первым же ударом смогли забить мяч ворота Эквадора Что касается эквадорцев Здесь, что бросается в глаза, команда перешла на трех центральных защитников Понятно почему Они таким образом подстроились под оппонента Все знали, что Ван Гал и дальше будет использовать расстановку с тремя центральными и здесь Эквадор решил вот эффективно использовать данный нюанс То есть в первой встрече с катером они играли в четыре защитника, а здесь в тройку И, на мой взгляд, это логично Мы уже много раз говорили про то, что когда у одной и у другой команды одинаковая схема это всегда идет в плюс именно обороняющимся потому что они получают возможность закрыть каждую позицию и мешают сопернику создавать численные преимущества потому что, получается, на одного атакующего игрока все время есть один оборонитель Так что здесь эквадорцы в этом плане поступили абсолютно логично и Альфару, аргентинскому наставнику, можно только плюс поставить за такую тактическую работу На воротах Галиндес в центре защиты Торрес Поросо Иин Капье, главная, можно сказать, надежда эквадорского футбола Из Байера, Пайсяду и Эступиньян на флангах Кайседа Мендес в центре поля Ну и атака Эстрада на острие Энер Валенсия, главная звезда, которая снова забила И Плата, также рядом в атакующей группе Схема, как я уже сказал, с тремя центральными она не только удобна с тактической точки зрения позволяя, скажем так, эффективно обороняться против Голландии Она еще и эффективна в том плане, что максимально раскрывает потенциал Эступиньяна Одной из главных звезд сборной Эквадора Который теперь может больше подключаться вперед Действовать в среднем повыше, ближе к воротам соперника И, кстати, в моменте с забитым мячом Валенсии Все началось именно с перехвата Эступиньяна Так что в данной ситуации Ну, наверное, вот именно вот Простите, да, Эступиньян нанес удар, после которого Валенсия добил Разумеется, да Я здесь немножко поправлю себя Но, опять же, это возникло вследствие высокой позиции этого крайнего защитника Поэтому здесь, в принципе, на мой взгляд Главный тренер Эквадора угадал и с составом, и с тактикой на матч Но начало вышло обескураживающим И здесь рискну предположить, что эквадорцы, возможно, немножко не вошли в игру Вот здесь, возможно, вообще сыграла свою роль предыдущая встреча Где Эквадор очень быстро оформил победу над Катаром И вторую половину встречи провел в полусонном ритме экономия силы Возможно, это немножко выбило, как бы, Эквадора из колеи И выбило его из игрового ритма, а, возможно, и расслабило Голландцы же наоборот Они очень долго тянули резину в предыдущей встрече И добили соперника в концовке, в самой концовке Поэтому здесь, ну, возможно, это и сказало Что голландцы были как бы больше мобилизованы на первых минутах И они в итоге очень быстро воспользовались вот этим фактором своей мобилизации Забили гол при полном попустительстве обороны Эквадора, что удивило И вот это, кстати, тоже еще один нюанс Потому что эквадорцы, по-моему, они показали отличную игру в защите Практически ни черта не позволили создать голландцам И, как бы это сказать, Эквадор вообще славится своей организованной обороной И здесь, в целом, они ориентируются на крепкий фундамент И то, что их защита вот так вот поплыла на первых минутах Это невозможно объяснить тактикой Потому что дальше они играли сосредоточенно Это невозможно объяснить слабым индивидуальным классом Потому что здесь очень толковые игроки Там и Ступиньян, и все остальные Это звезды настоящего эквадорского футбола Поэтому здесь, ну, скажем так Все это связано в первую очередь с тем, что команда не вошла в игру Такое бывает И после этого, как мне кажется, голландцы слишком расслабились Вот слишком Они, конечно, забили круто Здесь Классен показал себя Низаеву выпустили с первых минут И Гакпо показал, что даже без номинального центра форварда Голландия умеет атаковать Вопрос в том, почему они дальше разучились это делать На протяжении всей оставшейся игры На поле была всего одна команда фактически В плане атаки Это Эквадор Голландцы много владели мечом, да Но у меня такое ощущение, что даже их владение было таким, знаете, оборонительным элементом Они играли по принципу Пока мяч у нас нам не забьют А вот сами Ни черта толком не показывали в атаке И это очень сильно разочаровало При том, что состав, ну, действительно очень мощный Хватает качественных исполнителей Но что в первой встрече еле-еле дожали в концовке Что здесь? Обратная ситуация Забили в начале, а дальше вату катали Ну, возможно, кто-то скажет, что Луи Ван Галл хитрый старый лис Экономит силы, чтобы потом выстрелить как следует в плей-офф Возможно, тогда я возьму свои слова обратно Но пока что голландцы откровенно разочаровывают в плане качества футбола Абстрагируясь от результата, который, в принципе, пока нормальный Худо-бедно в этой группе Но вот качество футбола откровенно слабое И вот здесь эквадорцы Очень здорово действовали по слабостям голландской сборной Во-первых, они очень умело жали на флангах Здесь, как мне кажется, Дюмфрис периодически все-таки заигрывался впереди А Блинт, ну, уже и в силу возраста, и в силу специфики своей Не всегда вовремя успевал на свою позицию, в принципе И иногда проигрывал в скорости Он в молодые годы-то не был сверхскоростным крайним защитником И его часто в центр, поэтому сдвигали А тут против фланговиков Эквадора Там и Ступиньяна, Платы, всех остальных Ну, были огромные проблемы Плюс и Валенсия смещался на фланг В общем, у голландцев возникали трудности, серьезные, именно на бровках И здесь эквадорцы очень здорово их теснили Таким образом, вынуждая голландцев, как бы это сказать, растягивать свою оборону И это, в свою очередь, открывало большее пространство в центре Откуда шло огромное количество опасных ударов И это было еще одним таким достаточно серьезным сюрпризом Казалось бы, у голландцев очень мощная полузащита Но, опять же, Де Йонг не всегда успевал там, где нужно Копмайнерс тоже не везде был своевременный В результате, самые опасные удары эквадорцев, по большей части Это были дальние выстрелы И вот тут, ну, мне кажется, могли забивать куда больше представители Эквадора Тут отметим Иэнера Валенсию, который забил гол, а мог забить еще Там Нопперт потащил тяжелейший удар Опять же, в обводочку такой хороший выстрел был Удар Эступиньяна из-за пределов штрафной Опять же, скажем так, наоборот, из пределов Да, что-то я совсем забыл этот эпизод Удар Эступиньяна открыл путь Валенсии к забитому мячу Он отработал на добивании И Нопперт, возможно, не лучшим образом здесь отработал Но в результате гол был забит И хотелось бы обратить внимание, что Энер Валенсия таким образом продолжает вот эту вот галеодорскую гонку Он пока что главный бомбардир выходит с сезона вот этого чемпионата мира И при этом, как я уже отметил, очень много было опасных дальних выстрелов И вот здесь эквадорцы, стоит отдать им должное, они стремились доводить свои атаки до удара Они проводили в атаке меньше времени, чисто математически Потому что голландцы больше владели мячом Но при этом хотелось бы отметить, что в целом Вот у голландцев было стерильное владение, без опасных моментов практически А вот что касается эквадорцев, то они лупили мое почтение И дальше были моменты, когда Плата, скажем так, обводящий удар нанес и попал в перекладину Были другие хорошие эпизоды, был гол забит, отмененный, опять же В первом тайме отмененный, наверное, по делу Там футболист Эквадора мешал, скажем так, из зоны вне игры как раз-таки Закрывал обзор и все остальное Поэтому здесь формально можно было прицепиться и отменить гол Но в целом все равно, обратите внимание, сколько было моментов у Эквадора Отмененный гол и попадание в перекладину И забитый мяч хороший, эффектный И куча других эпизодов, и много дальних хороших выстрелов Что было у Голландии, они забили гол в дебюте встречи и дальше бросили играть Для меня, если честно, это стало очень большим разочарованием Как я уже сказал, абстрагируясь от результата, голландцы разочаровывают Да, в сухом остатке у них все очень неплохо У них 4 очка в активе и дальше матч с откровенно слабым соперником Каттером Ну, который все-таки попал на чемпионат мира только потому, что это хозяева турнира И здесь Каттер, скорее всего, будет обыкран Ну, с высокой долей вероятности Поэтому здесь по результату вопросов нет А вот по качеству футбола претензии имеются Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!